Ну что, количество участников в комнате увеличилось. Давайте еще раз по традиции проверим связь, и мы будем начинать. Поставьте десяточки, кому нас хорошо слышно и видно. Сегодня мы решили с вами, поскольку тема очень такая личная, мы будем рассказывать, делиться своей историей успеха. Конечно, мы подготовили для вас слайды, но чтобы наше общение было более визуально, улучшить вот этот вот контакт, мы все-таки решили еще и сделать видео. Отлично, пошли от вас десяточки, значит, звук и видео отличное, и мы тогда начинаем. Во-первых, я хотела бы поблагодарить вышестоящих наставников, которые дали нам сегодняшнюю тему, потому что, когда я с Володей совместно готовились к вебинару, перед нами пролисталась вся картинка, какой путь был проделан, с чего я сначала начинала, в какой момент присоединился Володя, и что мы имеем сейчас, и какие планы еще стоят впереди. И вот это все промелькнуло буквально в течение нескольких часов, и я еще раз убедилась, друзья, как же классно, в каком месте мы сейчас находимся. Начну я, Володя, потом присоединиться, потому что по истории, что этот бизнес предложила мне девушка совсем из злого города, с которой мы сотрудничали, ну, с другой компанией. Сейчас я возьму мышку. Это была другая компания прямых продаж, кто увидит название, сразу поймет, я не буду называть осознанно никакие названия. В общем, когда мне Наташа, Наташа звали эту девушку, предложила попробовать компанию Armel, потому что это была новая компания, и продукт там был интересный, я была, знаете, в такой эйфории, я все видела в розыгрышах, которые я следовала, ну, можно сказать, я так считала, что я нахожусь в них и карьеры, была сына, куча признаний, куча всяких. После того, после того, как я сотрудничаю с такой успешной компанией, ты мне предлагаешь что-то неизвестное, новое, и вообще, то есть я вам рассказываю действительно те эмоции, которые у меня, я восприняла все очень в штыки, и в ближайшие месяца 4 точно ничего не хотела слышать. К чему я, друзья, вам это говорю? Я говорю это к тому, что каждый из вас, когда людям предлагает бизнес, мы в глубине души хотим слышать, да-да-да-да, но по опыту жизненному мы же и сами реагируем, что ты что, ты вообще в своем уме, да, что ты мне предлагаешь. Сейчас уже, да, когда мы позиционируем бренд Армель, когда мы приглашаем в бизнес, у нас уже есть уверенность, у всех партнеров, причем я сейчас не говорю про свою семью, есть уверенность, есть видение, потому что мы видим, да, что за 3 года, чего достигла компания, в чем были улучшения, что это уже компания, которая не уйдет с рынка. Тогда, когда мне предложили бизнес, все было, так скажем, только-только-только на мази, и, соответственно, сомнений было куча. Сейчас я, конечно, пролистывая вот это все, очень жалею, что я потеряла полгода, да, и я, ну, если бы вот этот вот год, когда компания стартовала, и мы были уже в команде, то я представляю, какой бы результат был сейчас. Но, как говорится, каждый должен наступить на свои собственные грабли. Когда есть осознание, это гораздо лучше. И вот, смотрите, следующая такая смешная фотография. Когда мне предложили бизнес, я вот так сказала, фу, это не для меня, как многие говорят. Но потом что произошло? Я просто стала наблюдать за той девушкой. Все же мы люди, все общаемся, поддерживаем отношения. И просто в определенный момент времени я увидела, что у той девушки есть результат, а я как была на месте, у меня нет того, к чему я шла. И я начала анализировать. Я понимала, что так не может быть при таком вложении времени, сил, и даже денег я не получаю результата. И вот в соседней фотографии я стала думать. Как говорят, вот человек задумался, и я была уже, скажем так, в поиске, была на грани принятия решения. И я стала узнавать, что она делает, какого результата достигла. И здесь я могу сказать спасибо той ситуации, что я просто начала разбираться. И, знаете, было страшно, конечно, принять решение, потому что я на тот момент Володе просто боялась сказать. Это я уже сейчас так ему говорю. В тот момент я реально боялась, потому что в один бизнес он очень много вложил в плане финансов. Это ничего не оправдалось. Более того, скажу, что он у меня стал такой домохозяйкой. Он сидел дома с двумя детками, а я вся такая в эйфории порхала, получала признание. И представляете, каково мужчине, да, тоже с лидерскими большими задатками оказаться дома среди пеленок, распашонок, кастрюль, и при этом еще вложить то, что было, и на выхлопе не получить ничего. Я представляю, что испытал мой муж. Спасибо ему за то, что у него хватило терпения. И, в общем, я для себя-то приняла решение, что я попробую, потому что во мне сидело чувство вины, что отчасти это и я виновата. И даже если я подумала, если я даже буду иметь денежку с продаж, то это какой-то вклад в семью, на те же продукты питания, хлеб, молоко и так далее. Сидит, вздыхает. Вспоминая эту ситуацию, ситуация была критичная. Было страшно просыпаться иногда, потому что рос кредит уже. Да, было и такое, друзья. Рос кредит вложенных средств. Да, было куча товара, у которых росла просрочка. В общем, не все так красиво было, как сейчас. Я подумала, что если я даже какие-то деньги буду приносить в семью, это будет помощь. И я подумала, а если я мужу-то не скажу, то, может быть, это будет хуже. В общем, я набралась терпень, смелости, вернее, и решила сказать, что, знаешь, шанс, вот сейчас, возможно, у меня получится, и мы-то, наконец-то, вернемся к тому уровню жизни, к которому шли. Вот, на что мне Володя сказал тогда. Знаешь что, любимая, дорогая жена, делай что хочешь, только меня больше не впутывай, потому что я понял, что мне нужно выводить семью из долгов. Большая благодарность ему за то, что он не сказал мне нет. И опять же, в ваших ситуациях наверняка тоже в ваших семьях возникают такие ситуации, когда муж, ну, вы думаете, что он вас не отпустит на события, что он вас не поддержит. Бывают такие ситуации? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто-то, возможно, сталкивался, или сталкиваются ваши партнеры, заодно проверим, как вы нас слышите. Бывают такие ситуации, друзья? Да, пошли плюсики. Да, пошли плюсы, здорово. Но я вам скажу так, если не бизнес виноват, никогда не бывает вот компания, да, причиной там ваших разладов в семье, нет, это ваши выстроенные отношения, то есть, если есть трещина, в любом случае, чашка разобьется. И я скажу так, если в семье есть доверие, есть выстроенные отношения, есть любовь и взаимопонимание, а это было и есть в нашей семье, всегда найдутся слова, чтобы вторая половина вас поддержала. Тогда в той ситуации меня поддержал, понял Володя, да, в каких-то ситуациях понимаю его я, да. Это жизнь, это мы сталкиваемся со всеми, поэтому все нормально, да. И, соответственно, что, когда я так, фу, с облегчением вздохнула, он сказал, ладно, пробуй. Вот, начался активный процесс, я поняла, что мне нужно получить информацию о новом продукте в первую очередь, да, и, в общем, я начала обучаться. Здесь я хочу сказать огромное спасибо нашему наставнику Татьяне Клопотовой, которая действительно, вот как мама в бизнесе начала обучать. Таня очень отзывчивый человек, может быть, был не такой результат, опять же, быстрый, но она всегда готова прийти на помощь. Вот, Танюш, спасибо тебе огромное. И Таня начала мне все подетально рассказывать, отвечала на все вопросы. Мы встречались с ней вот в кафешках, вот на данной фотографии она меня учала о парфюмерии. И Таня об этом может постоянно говорить, очень интересно, поэтому рекомендую, да, тоже не забывать про вышестоящую спонсорскую ветку, потому что каждый человек в чем-то по-особенному, в какой-то сфере силен, да, есть чей-то конек. И когда мы на себе только зацикливаем людей, ну, мы, бывает, можем потерять партнера, да, когда человек приходит в команду и раскрывается весь его потенциал, это тоже, ну, дорогого стоит, друзья. Вот начались наши совместные будни. Я сразу начала активное действие, то есть я, у меня рот не закрывался, телефон я заряжала по три раза на день, друзья, и это чистая правда, вот, и это мне дало очень такой яркий старт. В первый месяц я подключила личных двадцать пять партнеров в первую линию, и дальше я в таком же темпе продолжала. Соответственно, люди так же подключались, то есть я продвигала идею. Больше того, скажу, что первые партнеры, это были партнеры даже не из Саренбурга и не из того бизнеса, который я развивала, я решила, что новое дело всегда начинается с нового линия. И, соответственно, когда ты еще стартуешь резонансно, ярко, это дает определенный такой толчок, возникает у людей вопрос, а почему же, да? И очень многие, кто, с кем я общалась, спрашивали, а почему вдруг ты сменила? Я просто рассказывала, почему, с чем я столкнулась, и на какую идею я иду. И, понимаете, люди пошли. И я вот оформилась 5 октября 2016 года, а 22 октября было событие премиум компании, было 2 года. Я принимаю решение ехать, несмотря на критичную ситуацию в семье, несмотря на то, что кредитная карта зашкаливает кредитом, несмотря на то, что нет живых денег, к чему я, к чему это вам сейчас говорю, вы ловите мысли и делайте пометочки себе. Очень часто мы сами и наши партнеры говорим, я сейчас на события не поеду, вот когда я заработаю, когда я поеду. Друзья, вы не заработаете, пока вы не примете решение и не начнете следовать в правильной системе. Я вам неспроста поставила такую фотографию с поезда, потому что денег реально не было. Свой первый билет я покупала опять же с кредитной карты плацкарт, самый дешевый билет. Как мы ехали обратно, Стане мы до сих пор вспоминаем со слезами на глотах, потому что там было все, там даже ножик под подушкой был, потому что было страшно ехать с таджиками, с вагоном таджиков и мы одни с Татьяной. Вот, на каком-то периоде времени наоборот был пустой вагон два пьяных проводника, вот тогда я положила и нож под подушку и сама подумала, боже мой, а что я сделаю, я же ничего, я же не смогу воспользоваться. Вот, но это сейчас я вспоминаю с юмором, да, вот такой вот дружный первый команды Саренбурга мы поехали, это Таня, я и партнер Татьяна, Артем Росев, вот, очень хорошее впечатление от этой поездки, несмотря на все минусы, потому что важен дух, командный дух, мы очень много пели в пути, да, останавливались на Волге, там пели, видео записывали, вот, и первый премиум, да, я сразу пошла на сцену, кстати, в этом спасибо Артему Тимофееву, он подошел ко мне и сказал, так, все деньги на сцену, пошли на сцену фотографироваться, и как раз вот я только постояла рядом с Вячеславом, конечно, у меня тогда был тоже большой негатив к этому человеку, я не знала, кто он, что он, я думаю, ну-ну, как все говорят, то есть, понимаете, я вот с таким чувством, я как ежик ехала, я ко всем присматривалась, а что, а как, а на самом деле это так, вот как рассказывают, и знаете, что помогло, в принципе-то, принять решение действовать, это даже не слова, а именно атмосфера, когда ты видишь открытое общение людей, да, или вот эту наигранность, через которую я прошла, я поняла, что действительно, да, я хочу быть среди этих людей, я хочу быть в этой команде, и тогда у меня дальше появилось видение, да, и дальше мы начали действовать, вот, кстати, к слову о партнерах, да, первые партнеры мои были с других городов, здесь вот сейчас присутствуют на фото, ну, вот смотрите, Татьяна Клопотова, я, Артем Тимофеев, дальше идет мой партнер с первой линии, мой партнер из первой линии, Надя Мазарчук, наш вышестоящий спонсор, которая сейчас, по-моему, не в бизнесе, и еще один наш партнер, да, из первой линии, могу сказать, что не все эти люди сейчас в бизнесе, но на самом деле могу сказать еще и то, что те люди, которые придут к вам в бизнес сейчас, да, не думайте, что это ваши ключевые партнеры, как правило, через какое-то время приходят именно те люди, с которыми вы начинаете строить бизнес, да, есть люди, которые уже попробовали себя в других компаниях и вернулись заново, да, есть кто нашел себя в чем-то другом, это всегда есть выбор человека, просто к вот этому слайду я еще хочу сказать, что я выполнила промоушен, который организовывал Артем в течение года, надо было пригласить из первой линии троих человек с собой на события, я оформилась 5 числа, 22 было уже событие, представляете, сколько времени было у меня на выполнении промоушена, но я его выполнила лишь потому, что не было лишних денег ехать, билет на премиум стоил 2,5 тысячи, тогда для меня это были огромные деньги, потому что я действительно собирала по крупинкам, вот, и в поездке, скажем так, в поезде мне помогла кредитная карта, да, а на самом событии я побывала благодаря вот этому промоушену Артема Тимофеева, спасибо тебе тоже, Артем, большое, это действительно был такой первый мощный толчок, ну и, конечно, приложенным своим усилием я тоже это выполнила, причем люди были из других городов, это тоже говорит о том, что это возможно, когда вот у вас вот поглан, вот надо, вы понимаете, что все, это вот, это действительно шанс, вот пишет Кристина, что мурашки по коже, вот знаешь, Кристина, я сейчас говорю, она мне тоже мурашки по коже, потому что это, это действительно было, и это пройденный путь, и дальше я получила большое видение, да, я поняла, что компания, ну, куда она идет, какими-то словами Вячеслава прониклась, и мы просто начали командно работать в Оренбурге, да, мы устраиваем вечера, делали какие-то тематические темы, вот видите, что уже большое количество людей присутствует на встрече, и в общем, все понеслось, закружилось, завертелось, вот, кстати, очень много работали в полях, я узнавала, где какие ярмарки, приезжала на эти ярмарки, и вы видите, что на фотографии мой старший сын, здесь он еще маленький, вот ему кто-то конфетку дал, он в процессе, поэтому, те, у кого дети, не ставьте себе барьер, что у меня дети, и я не смогу, все вы сможете, когда мотивация ради же детей, знаете, обстоятельства могут сложиться так, что и все получится, да, где-то возьмете ребенка с собой, где-то можно договориться, и так далее, вопрос вашей мотивации, вашего желания, вот, вот, ну, а дальше, друзья, был форум, который организовывала, первый форум, который организовывала Александра Шудегова, после того, как она стала директором по маркетингу, да, на премиум нам ее представили, вот, это был определенный, такой тоже неизведанный момент, а что же, как же дальше будет, вот, и первый такой форум, она организовывала обучение, я-то понимала, мне там нужно быть, потому что я человек системы, вот, но опять же, как же муж то сказать, и вот здесь вот, опять сработала женская мудрость, я говорю, слушай, Володь, так долго мы никуда не выбирались, уже в такой ситуации мы критичны, потому что на самом деле, ситуация стала откладывать впечатления на отношениях, ну, критические моменты, может быть, каждый из вас находил, и знаете, что бывают ссоры на пустом месте, здесь важно, как вы отнесетесь к этой ситуации, какой путь пройдете, да, вот, если достойно вы его проходите, то вам вселенная вознаграждает, вот, наверное, у нас была именно такая ситуация, я говорю, слушай, давно нигде не были, уже так устали, а тут как раз у нас в Ижевске обучение, вот, Александр Шудегов, быть, слушай, ехали со мной, просто развеешься, и заодно меня пофотографируешь, в общем, то случилось из той поездки, где он меня просто пофотографировал, друзья, он присоединился к бизнесу, причем присоединился к бизнесу осознанно, и здесь, наверное, давайте я уже дам слово моему любимому супругу, почему он это сделал, он вам сам расскажет. Ну что ж, еще раз всем привет, друзья, я прям послушался, Олесь, потому что, то, что он рассказывал, и, действительно, вызвало у меня мурашки, давайте обратную связь, плюсом, да, мы сегодня эфир будем вести вдвоем, сейчас я тоже немножко расскажу о том, как меня угораздило, да, все-таки прийти в сетевой бизнес, потому что я считаю, что это очень важный момент, потому что, ну, так получается и в нашем бизнесе, и в других MLM бизнесах, в первую очередь, рассматривают эту бизнес-возможность женщин, и не всегда мужчины вас поддерживают, но, уверен, хотели бы вы тоже, спасибо за плюсики, вижу, здесь хорошие, да, чтобы и ваша вторая половина разделила, скажем, ваше желание преуспеть, и, ну, не только не мешало, да, но и помогало, там, вам в развитии этого бизнеса. Кто бы хотел, чтобы ваша вторая половина, да, пришла тоже, ваш бизнес начала понимать, и есть такая очень, ну, складная арифметика в сетевом бизнесе, да, когда в сетевой бизнес приходит один человек, это такая мощная единица, да, если присоединяется муж, то арифметика 1 плюс 1 равно 11, действительно, результат очень быстро ускоряется, потому что смотришь в одном направлении, понимаешь, какие-то бытовые претензии тоже уходят, потому что есть общие цели, планы и так далее. Поэтому смотрите, какая ситуация, да, Олеся очень правильные вещи рассказала о том, что была ситуация, когда действительно я был домохозяином, я могу сказать, что я был папа в декрете, вот сейчас пытаются официально ввести, да, вот этот такой термин, а тогда, когда мы это начинали два года с небольшим назад, такого понятия не было, да, но я это ощущал действительно себе, несмотря на то, что я действительно был дома, и Олеся пыталась строить карьеру, я тоже прекрасно понимал, что ей нужно было выйти из второго декрета, и для каждой женщины это достаточно, ну, такое суровое испытание, когда из декрета в декрет, день сурка, да, вот, я понимал, что ей нужно выбираться, и, ну, пошел на определенные жертвы, да, тогда момент был такой, что, ну, были дела, шли достаточно успешно, буквально за год, когда Олеся пришла в свой бизнес, и не совсем удачно, дела шли очень хорошо, мы мечтали о хорошем семейном внедорожнике, и у меня появился в семье Кашкай, полноприводный и так далее, и благодаря, ну, скажем, не совсем успешному делу, да, действительно пришлось с ним расстаться, и, как правило, Олеся говорил, я больше времени являл домашним хозяйством, вот, ну, и получилось, что все меньше, меньше, меньше дохода приходило в нашу семью, и происходило таким образом, что, ну, пошли кредитные карты в расчеты, и понятно, что вера в, скажем, ну, в бизнес сетевой, прямых продаж, он очень сильно у нас, да, вот, понятно, что я не сразу воспринял, прям, с распространенными объятиями, ее желание повторно вернуться, скажем, в эту стезю, вот, но я просто понимал, что, если ты любишь человека, и, ну, действительно, действительно любишь его, ну, нужно поддерживать его во всех отношениях, да, и Олеся воспользовалась этой ситуацией, мы сели договорили, она просто взяла некоторое время, она сказала, дай мне некоторое время, я помню, полгода, да, для того, чтобы, еще полгода, того, чтобы, ну, решить, эту, скажем, ситуацию, которая у нас достаточно сильно, первых два месяца, какая была активная работа, я просто был в шоке, потому что, действительно, это была огромная проделанная работа, и, самое главное, был результат, результатом был момент, когда она, действительно, в первый месяц уже со всеми продажами, с товарооборота, ну, со всеми рекрутинговыми бонусами, потому что она регистрировала по 20 тысяч человек в первую линию, да, в первые месяца, первые три месяца, и поставила рекорд в декабре, по-моему, 40 человек, да, зарегистрировала, и, самый важный момент, я увидел результат, финансовый результат, потому что, когда мы приходим в бизнес, мы приходим не играться, а реально получать, ну, обратную связь, как говорится, в виде вознаграждения от проделанной работы, когда, действительно, чек, ну, на второй месяц практически со всех видов дохода, приблизился от тысячи рублей, я просто увидел, что это действительно серьезное дело, и, ну, она сдержала свое слово, и мне стало действительно интересно, я хотел уже разобраться, потому что, да, несмотря на то, что была сложная ситуация, я где-то пытался решать какие-то вопросы, делать дела, и, ну, как мужчина зарабатывал, ну, тысяча 60 в семью, и для большинства, ну, жителей нашего города, да, и других городов, в принципе, если мужчина получает 60 тысяч рублей, это считается, ну, более-менее нормальная заработная плата, как бы кормили семьи, да, и я сейчас шучу, когда, если принесла 100 тысяч рублей на второй месяц, и я сравнил со своим средним доходом, да, в 60 тысяч рублей, я просто понял, кто из нас кормили, да, и действительно это было так, и я понял, что нужно вкладывать время и силы туда, где, ну, приносит результат, но я был не уверен в надежности компаний, так же, как Олеся сказала, да, в перспективности, и очень хитро поехал вместе с Олесей в ЖЭСК, причем у нас тоже тогда, как деньги появлялись, мы понятно, что, ну, понимаете, когда у вас финансовая, финансовый голод, дыра, да, какие бы деньги не появлялись, они, понимаете, это как губка сухая, сколько бы воды не лей, она прям, ну, просто впитывает, и ничего не остается, понимаете, такая ситуация, и несмотря на то, что уже первые деньги пошли, неплохие деньги пошли, да, мы их не видели, и был момент, когда мы не могли даже и на саммит этот поехать вместе, да, я говорю, нет возможности, давай езжай одна, но так получилось, что Татьяна Клоптова вместе с мужем организовали выезд, они поехали на своей собственной машине, наша машина была старенькой, она бы просто не доехала там в Форд, и таким образом мы, погрузившись, да, я взял фотоаппарат, ну, пофоткать, да, вот, выехал, и самое главное, на этом мероприятии, не просто сфотографировал, а действительно пытался выникнуть в процесс, да, в систему обучения, и просто, ну, знаете, как лампочка зажглась, потому что у меня были свои собственные представления об этом бизнесе, да, но Александр Шудегов за этот форум дала четкие, ну, скажем, систему, структурированную, систему развития бизнеса, я просто понял, что здесь есть простая, надежная, легко дублируемая система, которая реально приведет нас к результату, и тогда действительно было принято решение принять участие совместно, и, ну, все завертелось, все завертелось, все пошло, и тогда даже как, скажем, такое натяжение в семье, да, вот связанное с финансовыми трудностями, он как-то, знаете, начал потихонечку растворяться, потому что мы начали смотреть в одном направлении, быстро активироваться, еще ускорять процесс в бизнесе, и тем самым уже на четвертый месяц нашего бизнеса, да, то доход уже ежемесячно перевалил, ну, там, за несколько сот тысяч рублей чистого дохода, понятно, что это была просто какая-то фантастика, и мы тогда начали быстро гасить долги, и хотел ставить видео, визуальный ролик, когда мы из, вот, и у нас такие эмоции, ура, мы закрыли свой самый большой страшный кредит, и это было такое первым началом, скажем, освобождения оков, и тогда руки развязались, и тогда стало проще, проще строить какие-то планы, работать дальше на, над реализацией нашего вот этого семейного бизнеса, проекта, и мы начали дальше работать. Так, я думаю, что еще есть смысл показать слайды, да, и тогда вот мы начали уже вместе путешествовать, да, и понятно, что мы поняли, что, чтобы быть успешным, друзья, нужно побывать, всегда быть в центре событий, быть на всех рядах, и что бы это ни стоило, понимаете, сколько бы это ни стоило, и поэтому, да, иногда бывает так, что думаешь, ну, что вы там, потом ты прилетишь, расскажешь, нет, и у нас, поверьте, вот, и на сегодняшний день, на все поездки у нас двойные траты, потому что это два билета на самолет туда-обратно, да, это два места проживания, два билета на саммит, и так далее, но, поверьте, это стоит того, чтобы ускорять бизнес многократно, и вы видите сейчас на фотографии Олесию, и меня с человеком, который действительно оказал на нашу семью очень сильное влияние, да, и правильность понимания этого бизнеса, и благодаря, скажем, ее видению, философии бизнеса, да, мы сейчас реально привержены сетевой индустрии, мы привержены компании, и, ну, сюда пришли всерьез и надолго, и развиваем этот бизнес очень-очень-очень, ну, ну, серьезно, скажем так, да. Дальше, конечно же, меня заметили, да, благодаря и результату, всегда результат он цепляет, то, что я говорила правильные вещи, да, я записывала видео, и меня уже в декабре месяце пригласили на открытие новой страны, вот, это был Казахстан. Именно там, друзья, я ближе познакомилась с Вячеславом Демидовым, потому что после открытия, ну, у нас был такой лидерский ужин, и где я с Вячеславом сидела, вот так же, только друг напротив друга. И вы знаете, когда ты видишь вот глаза человека, да, когда ты задаешь какие-то прямые вопросы, и видишь глаза, здесь уже вот глаза, это зеркало души, и здесь, конечно, я поняла уже, ну, философию, что ли, этой компании изнутри, я поняла, что его семья, это та семья, которой я действительно хочу, ну, тоже в чем-то быть похожей, соответствовать, и вот здесь у меня еще больше убежденности появилось, сейчас, конечно, мы уже дружим с семьями, и вот представляете, каково это, да, основатели компании, а в принципе мы дружим с семьями, и совершенно круг окружения другой, да, наши дети общаются с другими детьми, то есть, и это еще все впереди, я даже вот, ну, мечтаю, да, чтобы именно вот вырваться вот из этого круга нытиков, вот кому ничего не надо, а показаться на другой ступеньке, но чтобы там оказаться, нужно проделать определенный путь, в Казахстане тоже была со мной команда, кстати, когда я узнала о том, что я поеду в Казахстан, я понимала, что всегда нужно ехать, ну, как бы уже не на пустое место, с какой-то определенной целью, я просто начала искать людей через интернет, да, работать по этому рынку, и таким образом в команду пришла, вот тогда Нарбаева Айнур, сейчас, да, действующий лидер компании Армель, вот, было на сколько, раз, два, три, четыре человека из первой линии, небольшая команда, но тем не менее могу сказать, что на сегодняшний день эти ветки уже достигали обороты в 25%, да, то есть, вот, все начинается с малого, и что дает потом результат, вот, дальше, дальше, вот это, да, четырех, а дальше, сама того не подозревая, я очень быстро выполнила автопрограмму, почему сама того не подозревая, потому что действительно я не ставила себе вот этой планки автопрограммы, потому что, друзья, вот настолько было много дыр, что даже не думал о каком-то там новом автомобиле, находясь, будучи в другой компании, да, я ставила цель, я мечтала, что у меня будет такая машина, что я буду такая вот бизнес-леда ездить, но делая, делая много дел, я понимаю, господи, да нереально эту машину заработать, ну просто нереально, можно просто, знаете, сделать автопрограмму, лечь трупом и сказать, все, я больше не живая, и поэтому в Армель я изначально не ставила себе такой планки, сделать автопрограмму, но через два месяца, когда я вошла в личный кабинет, у меня отразился пункт автопрограмма, и выяснилось, что по товарообороту я выполнила, подтвердила автопрограмму, и что самое кайфовое, нам начали начислять еще и автобонус, представляете, вообще, ну вот слов нету, да, и буквально уже через, а, кстати, сразу мы машину не взяли, потому что еще был определенный кредит на мне, и автокредит не одобрили, а через полгода, ну вот от начала выполнения программы, все уже спокойно пошли, взяли автомобиль, и вот первая автопрограмма в Оренбурге, первые полученные ключи от машины были сделаны. Да, наконец-то мы старенький свой Ford сдали, в тренды, он оказался нашим первым взносом, там в районе 150 рублей, его оценили, да, 150 тысяч рублей, да, и когда ты садишься в новый свой автомобиль, впервые в жизни, потому что, ну, у нас совместный автомобиль впервые, у Алиси был новый автомобиль из салона, но это наш совместный, да, когда мы поженились, это первый наш автомобиль, и знаете, как у нас люди размышляют, ну, зачем новый автомобиль, он быстро обесценится, да, и так далее, что это, ну, не совсем правильно брать новый автомобиль, что лучше годовалку или, там, двухлетку под хорошего хозяина, да, там, это выгодно приобрести и так далее, вот, может быть, у кого-то есть такие мысли, но поверьте, что не заменит это прекрасное чувство, когда ты первый владелец нового автомобиля, берешь автомобиль, ну, на котором не сидел, извините за выражение, чужая попа, да, это приятно во всех отношениях, да, и мы тогда поняли, что все лучшие вещи, это придуманы для нас, просто нужно проделать определенную работу и получать, да, запах, да, да, и вот, пожалуйста, да, я приятно был удивлен, насколько простая автопрограмма, если ты действительно нацелена на серьезную работу, то уже компания на совсем маленьких, скажем, достижениях в компании позволяет тебе пересесть на новый автомобиль, осуществить свою мечту, вот это автобонусы, да, иметь автомобиль, да, он пусть не премиум класс, но в компании есть и другие автобонусы, к которым мы сейчас идем, но это первый автомобиль, поверьте, это достаточно хороший, качественный автомобиль, который сейчас нас очень здорово выручает, да, и это безопасность, все равно, когда новый автомобиль или старый, это безопасность для наших детей, это уверенность, это, ты можешь доехать до партнеров, такая большая структура, да, это можно съездить, а можно съездить просто, да, в Крым, и Крым это наше любимое место, место отдыха, да, в России, и поверьте, в Крыму можно отдыхать по-разному, да, когда мы первый раз ехали в Крым, да, там, с семьей, мы жили во всем экономном, где-то питались в каких-то столовых, так далее, но и в Крыму можно отдыхать премиум, да, ну, скажем, и премиум, премиум отдых себе устраивать, потому что там есть и пятизвездочный отель и так далее, и это была мечта, мечта с самого детства, потому что, когда мои родители, когда я был тоже маленький, такой, как наш старший сын, они осуществляли тоже такую поездку на новом автомобиль, тогда это была шестерка, тогда крутой автомобиль, и это была моя мечта тоже, когда у меня будет семья, вывезти эту семью куда-то на обе, она осуществилась, и вы видите фотографии с поездки, да, мы жили в тоже неплохих отелях, там, с бассейном и так далее, и это приятное вознаграждение за проделанную работу, да, от компании, да, плыли на пароме, потому что тогда не было вот этой Таврибы, трассы, сейчас она появилась, об этом чуть, скажем, позже, и тогда мы переплывали на пароходе, ввели прямые трансляции, кто-то, возможно, это видел, и это было действительно для нас такой большой подвиг и достижение от проделанной работы. Кстати, во время отдыха можно тоже работать, да, совмещать приятное с полезным, мы брали с собой ноутбук, и утро мое начиналось, пока где-то там детишки еще спали, видите, чашечка кофе, я проводила баллы по складу, потому что, по-моему, совпадало все еще и на конец месяц, в общем, вот сейчас говорю, и прям в какой-то такой эйфории, скорее билеты, сейчас пойду. И тогда, кстати, родился у нас такой слоган, нашей семьи «Делай бизнес, не отходя от отдыха», и действительно, MLM-бизнес, он реально позволяет развивать свой собственный бизнес благодаря средствам коммуникации, которые сейчас у нас есть, да, путешествиях, и это, наверное, мечта каждого из вас тоже, да, чтобы вы могли море путешествовать, побывать в самых красивых местах, и временами, да, где бы вы ни находились, продолжать развивать свой собственный бизнес, потому что есть люди везде, и наша компания позволяет развивать бизнес абсолютно везде, где есть люди, главное было бы желание. Скорее всего. Ну, дальше, друзья, было открытие офиса в Оренбурге, мы поняли, для того, чтобы стать сердцем компании, нужно, ну, чтобы было место такого притяжения, да, мы решили, приняли решение открыть офис, вот вы видите, тоже начинается все с небольшого количества людей, это первый состав, а здесь же детки присутствуют, и сегодня они с нами, вон, где-то там, за дверь открывают, видят наши там, нельзя, тихо, вот, дальше уже стали проводить вебинары на компанию, потому что росла команда, да, появлялся опыт, компания тоже отбирает себе спикеров, и сегодня вы можете стать, войти в этот состав, да, показав свой результат, приблизиться именно вот к этому кругу окружения, вас обязательно заметят, вас добавят в чат, и вы станете действительно сердцем уже лидерского состава компании, мы верим, что в наших командах, все те, кто присутствуют в вебинарной комнате, да, и я сейчас говорю не о своей команде, еще и о параллельных структурах, я вообще на сегодня Армели воспринимаю как свою команду в целом, да, потому что когда выходишь на второй уровень маркетинга, там уже вообще вот все равно, потому что все партнеры, это своя большая, вот, дальше было больше, да, уже я ездила на открытие Белоруссии, вот здесь вот почему я говорю я, потому что жизнь, она продолжается, да, и в жизни бывают разные ситуации, но мы всегда делаем выбор, вот, и в тот момент, когда нужно было ехать в Минск, у меня очень серьезно заболевает папа, встает вопрос о тяжелой операции, и, к сожалению, как бы вот, и по срокам непонятно, и тут Беларусь совпадает, и, конечно, я, ну, кто-то меня, может быть, осудит, скажет, да, она вообще ненормальная, да, бросила отца в такой ситуации, вот, но я понимала, что за мной стоят люди, меня верят в компанию, меня там ждут, и как бы и здесь я подвезти не могу, вот, и, конечно, был выбор, знаете, сердце сжималось, хотелось плакать, когда я уезжала, но я понимала, ради чего, и мы просто с Володей приняли решение, что давай сядем, подумаем, кто же из нас поедет, я или ты, и Володя тогда сказал, что, знаешь, ты более медийная, да, на сегодняшний день, и многие тебя знают, на тебя идут, поэтому езжай ты, и он действительно остался помогать папе, папе действительно сделали операцию, и, знаете, больше меня еще тогда мотивировало, что, что неизвестно, какие последствия будут, да, и, возможно, понадобится именно наша финансовая помощь, и благодаря вот этой поездке мы родителям, да, сможем дать гораздо большее, нежели я сейчас останусь и буду вот думать, блин, а как же дальше, вот, поэтому всегда, всегда, друзья, стоит выбор, вы не думайте, что люди, которые всегда посещают мероприятия, у них все так гладко в жизни, дети у них не болеют, мужья у них там носник, не верьте, да, всегда вечно сытые, дома все прибрано, нет, обычная, вот мы, мы обычная семья, да, и показываем вам своим примером, что да, и у нас всякое бывает, и вот эти истории, рассказываем для того, чтобы вы действительно поняли, кто-то из вас пишет, там, дух захватывает, мурашки по коже, да, действительно, это так. Иногда, ребят, многие люди, они знают все ситуации, осуждают, да, когда, например, родители оставляют надолго детей, думают, ну, занимаются своим бизнесом, построением каким-то, да, по началу времени очень много уходит из сил для построения, да, вот этой базы, вот, и кто-то может осуждать вообще, но только вы понимаете, для чего это делаете, потому что наступает такой момент, когда дети будут вас благодарить, потому что вы можете им позволить то, что вы не могли бы позволить, если бы сидели с ними рядом, поэтому всегда есть выбор, да, и иногда нужно чем-то жертвовать, прежде чем что-то получить, и одно из лучших, скажем, инвестиций, да, в то, что вы делаете, это поездки на события, потому что вы видите масштабы, вы учитесь там организовывать эти мероприятия, да, и если вы хотите большой бизнес, вам нужно рано или поздно вести за собой огромные, огромные структуры, и вы сейчас видите на слайде первый саммит, который прошел в Оренбурге, это уже саммит, который мы вместе с Александрой организовывали в городе Оренбурге, и приехало очень много партнеров из разных городов, вот, было очень много наших партнеров, также приехали партнеры поддержать из параллельных структур, и это определенный опыт, который нам позволяет дальше развиваться и строить этот бизнес. Вот вы видите, уже мы оба спикера, да, уже и Володя заметили, стали ему давать слово. Вот. Дальше уже мы стали в роли спикеров ездить на саммиты в других городах, чувствуете, да, улавливается связь, видите, Володя такой уже все счастливый, уже все, реализовываются его лидерские качества, как я говорю, Володя на сегодняшний день это стратег всей нашей команды, да, и многие девушки, которые приходят изначально на меня, потом благодарят Володю за то видение, да, за те знания, которые получают. Поэтому совместный бизнес это всегда сила на силу, мощь на мощь, да, как говорит Вячеслав Демидов. Вот здесь уже все, началась слава, подходит, берут автографы. Кстати, друзья, хочу сказать вам огромное спасибо, если я кому-то еще не ответила на поздравления с Днем Рождения, потому что писем было настолько много, я настолько тронута вашим вниманием, заботой, теплыми фразами, очень многие писали, что ты для нас пример, как же мы хотим быть похожи на тебя, это действительно такая отдушина. Поэтому спасибо огромное за то количество поздравлений, которое было в мой адрес. Дальше недавнее событие, это форум в Москве. Мы, кстати, уже тоже ездили на машине с партнерами, по дороге записывали ролики. Все фотографии в презентацию не вошли, потому что их очень много, но действительно исторически очень так прогляделась картинка. Ну, а так как мы тоже, я тоже пришел серьезно в этот бизнес, мы приняли решение, что будем строить общий бизнес, но развивать еще несколько аккаунтов. Компания это позволяет, и тоже благодаря нашим совместным усилиям мой аккаунт выполнил тоже квалификацию, и мы в семью получили второй автобонус. Теперь у нас два автомобиля, и это всегда очень удобно, когда не один автомобиль, а два. Либо в семье есть автомобиль на разные случаи, и это абсолютно нормально, друзья, потому что есть автомобили, например, где ты поедешь на рыбалку или такой большой микроавтобус, а на микроавтобусе, например, не поедешь на какую-то там деловую встречу. И это тоже определенный лайфстайл, уровень жизни, который показывает и дает возможность сотрудничать с компанией Armel. Понятно, по нашей уже традиции, мы тоже, взяв этот автомобиль, у нас так получилось, что ровно через год, вот Олеся получала 1 апреля, как говорится, в день смеха свой первый автомобиль, а я ровно через год 28 марта на 1 апреля тоже получил автомобиль, это уже вот такой же белый Rio X-Line, и мы всей семьей тоже снова поехали в Крым, наш любимый, и по пути мы заехали к нашим друзьям, семьи, это опять же семьи Тимофеев, потому что у них состоялось тогда бракосочетание, и родилась шикарная, красивая семья, и, кстати, тоже 7 февраля у Дианочки был день рождения, мы тоже ее поздравляем, и это была очень незабываемая поездка, потому что когда ты едешь не только просто своей семьей, а мы еще потом в Крым поехали и с семьей Тимофеевых, то есть таким дружным коллективом, мы бывали в разных местах, и на Апетре и так далее, очень красивых мест, и это тоже всегда здорово отдыхать, не просто своей семьей, но еще с людьми близкими тебе по духу, с успешными людьми, в финансовом плане стоявшимися людьми, и это всегда очень здорово, и вызывает большие эмоции и приятные впечатления. Вот, ну, сейчас мы уже на волне понимания этого бизнеса, вы видите, уже здесь совсем другие лица, если сравнить фотографии первого премиума, сейчас вы видите в глазах блеск, уверенность, новые цели, новые планы, улыбки, ну, на самом деле это так, вот вы даже, вот, я вот сейчас вот проглядела, вот грань, думаю, елки-палки, на самом деле, как на фотографиях все видно, да, на сцене уже наши звездочки, не у всех партнеров получилось вот в слайд-шоу добавить, не было просто времени все альбомы пересмотреть, но на премиум, на этот премиум, да, уже Виктория Селезнова выходила, приехав с грудным ребенком, Наталья Васильева была с нами на сцене, да, получала часы, это я и Нура, которая тоже должна была быть на сцене, но по состоянию здоровья она у нас тоже скоро станет мамой, а она просто не приехала. Я к чему вам это сейчас говорю, вы знаете, огромная гордость испытывать за результат партнеров, это действительно вот как радуешься за своих детей, да, и цель нашей работы вот в течение этого года, чтобы на сцене премиум стояло не несколько человек, которые мы можем, да, перечислить по именам, а действительно это была уже команда лидеров, то есть чтобы вы сформировались как лидеры, вы поняли этот бизнес, вы научили его делать и получили действительно тот результат, о котором мечтаете вы, а тогда, друзья, все приложится, и мы автоматически достигнем своей цели. Стоять на сцене, это очень классно, получать признание, я помню, как посыпался вот этот вот дождь, да, золотой, который никто не ожидал, ну, эмоции, друзья, до сих пор. На этом премии у нас признавали новыми сапфирами компании, вот, и, конечно же, еще очень важной, оставляющей нашей компании является мотивация, бонус... Аж книжка упала. Аж книжка упала, да. Отдых, да, и мы уже год назад побывали вместе с компанией в Грузии, это просто незабываемый отдых, да, но то, что происходило в Израиле, это наполнило нас сполна, и с команды успешных лидеров мы побывали в таких местах, прошли по всем святым местам, где творилась история, где все, скажем, основные события, которые указаны в Библии, были отражены, мы на этих местах были. Поверьте, это нас очень духовно наполнило, и мы понимаем, что этот бизнес не просто про деньги, друзья. Вот после этого мероприятия мы поняли, что это бизнес про людей, да, про отношения, про ценности, и сейчас хочется больше говорить не о деньгах, да, и раньше, если мы гордо показывали какие-то свои чеки, да, достижения, то, поверьте, уже сейчас мы этого не делаем, и, поверьте, не в деньгах, скажем, счастья, конечно, должен быть определенный стабильный достаток, да, но то, что удерживает долго людей в бизнесе, в вашей команде, это отношения, это ценность, которую дает компания, и мы идем за людьми, по-алесе очень хорошие вещи сказала, именно все начинается с головы, и те ценности, которые дает Вячеслав Демидов с Яной, да, оно притягивает подобных людей, и мы все видим, все больше и больше семейные пары продвигают этот бизнес, и более успешные в этом бизнесе те, кто, ну, либо нашел свою вторую половину, да, либо привел в этот бизнес, как Олеся, в этот бизнес, да, либо совместно начинает развивать этот бизнес компанией Армель, поэтому мы уверены, что пройдет совсем немножко времени, дайте шанс, покажите результат, и уверен, ваша вторая половина, которая вас любит, она присоединится к вам, да, поверит вам, и этот бизнес, который мы делаем, он будет вдохновлять всю вашу семью и подвиги, и вы будете вместе достигать каких-то результатов, и преодолевая какие-то трудности вместе, достигать каких-то новых высот, у вас еще больше происходит объединение, вы будете как одно целое, и это, вот эту вот идею понесете в массу, и за вами будет большое количество людей. И у вас есть шанс, да, побывать еще в поездке в Стамбул вместе с компанией. Ну, а сейчас мы находимся на такой волне, что четко сформированного понимания, четко увидены системы работы в городе, работы на земле, готовы сейчас внедрять это в нашем городе, потом поедем с этими же знаниями к команде. С опытом, да. С опытом, вот. Ну, наверное, прям вот завершай ты. Друзья, пролетело время незаметно. Конечно, то, что мы хотели сказать, никак не укладывается в час, потому что за вот эти два с небольшим года, вроде это, ну что такое два с половиной года, да? Ну, поверьте, столько ярких событий в нашей жизни не было никогда, потому что даже те поездки, которые мы ощутяли как самостоятельно, так и вместе с компанией, поверьте, столько городов и стран посетили, мы буквально, знаете, там год-два, да, мы за всю свою жизнь вместе совокупно не посещали. И это только, друзья, начало, потому что мы пришли в этот бизнес серьезно, надолго, и верим и видим, что компания пришла тоже на десятилетие, и каждый из вас сейчас, вот, вы осознаете или нет, мы это сейчас очень сильно создаем, стоим у истоков, друзья. Просто будьте в этом потоке развития компании, и поверьте, если будьте в этом потоке, компания выяснит на те вершины, которые вы хотите достичь вместе с компанией Армейт. Вот, надеюсь, наша история была вам чем-то полезным, конечно, мы будем еще рассказывать не раз, и с каждым днем история пишется, и вы тоже сейчас, находясь в компании, пишете свою историю. Я уверен, совсем пройдет немного времени, и мы побываем на вашем вебинаре, где вы расскажете про свою историю, возможно, скажете все, точку, безделью, нытью, мы побывали на истории успехов у семьи Селезневых, я принимаю решение начать действовать, и, возможно, вы сегодняшнего дня начнете делать свою собственную историю, и расскажете, мы с удовольствием побываем на вашей истории, и порадуемся за вас, за ваши успехи, друзья. Всех любим, обнимаем, целуем всех хорошего, плодотворной работы, увидимся на ближайших событиях на саммитах, и в добрый путь вместе с компанией Армель. Всего вам хорошего и до связи. Пока-пока.